Магнитка проигрывает при Воробьеве в третий раз подряд. Слишком уж разными были расклады перед игрой Икбарса и Металлурга для главных тренеров команд. Дмитрий Квартальнов возглавил казанцев в межсезонье, спокойно подготовил их к чемпионату и уже успел выиграть два выездных матча из трех, да в бой и ЦСКА. А вот Илье Воробьеву после сумасшедшего по напряжению года у руля сборной страны ЦСКА пришлось еще и примерять на себя роль пожарника. В магнитку его выписали после неудачного старта регулярки в исполнении Чеха и Азефа Яндача. Оперативным тушением не получилось, две стартовые встречи под руководством нового кауча уральцы проиграли. Перед первым домашним матчем сезона Акбарс порадовал двумя крутыми перформансами. Во-первых, главный клуб Татарстана представил новую раздевалку, этим фото должны завидовать басы любой команды КХЛ. Во-вторых, казанцы подняли под своды Татнефтьарены и Моностяк своего бывшего тренера Зинетул и Белилюддинова. Даже ускупованные эмоции героя вечера глаза в этот момент заблистели. Поднятие штандарта, вручение Белилюддинова у ордена почета, приветственные речи, гимны России и Татарстана, из-за всех этих церемоний игра началась позже на 10 минут. Возможно, Акбарс теперь будет оштрафован, но куражу хозяев предматчевые мероприятия никак не помешали. До сегодняшнего дня казанцы выиграли все первые периоды сезона и не пропустили ни одной шайбы, можно начали они встречу с магниткой. Гол мог случиться и раньше 11-й минуты, но команде квартального немного не фартило. В итоге, счет она открыла, благодаря коллективному отбору Владимира Ткачева и Даниса Зарипова в чужой зоне, пайса ветерана на пятак и точного броска шведского защитника Микаэля Викстранда. Четыре матча, четыре очка, скандинавт не дебютировал, а ворвался в КХЛ. Вторую половину периода Акбарсу испортили удаление, их случилось сразу три, но Металлург ни разу наказать хозяев не смог. Зато у гостей получилось немного перевести дух, в равных составах преимущество казанцев было слишком заметным, а почти каждая их позиционная атака казалась опасной. Перестановки Воробьева, который опустил Николая Кулимина в третье звено, Сергея Мазякина во второе, а также вывел из состава пола по стму, в стартовые 20 минут никакой пользы не принесли. Второй период начался так, что сразу вспомнились слова главного тренера Металлурга о неготовности команды к сезону. Яндач уже успел высказать недоумение по поводу этого заявления своего преемника, но Акбарс был настолько быстрее соперника, так часто не давал ему выйти из зоны и выигрывал единоборство, что в опровержение Чеха в эти минуты совсем не верилось. Правда, постепенно Магнитка отодвинула игру от своих ворот, начала что-то создавать у чужих и в результате устроила 20-ти минутку имени вратаря казанцев Адама Рейди Борна. Швед выручил неоднократно, но вот этому Сывуна Сергея Мазякине хочется сразу же вручить приз лучшего спасения сезона. Феноменально! Магнитка не могла пробить Рейди Борна по правилам и в равных составах и большинстве, зато сделала это в тот момент, когда на скамейке штрафников оказался Архип Николенко. Виктор Антепин верхом выбросил шайбу из своей зоны, а Андрей Локтеонов догнал ее, обработал и сделал все так, чтобы у шведского кипера не осталось ни единого шанса. К забитому голу Металлург шел больше 150 минут игрового времени, а упустил равный счет через 37 секунд. Акбарс, который продолжил играть в формате 5 на 4, обрушил какую-то лавину на ворота Василия Кошечкина, шайба отскочила к Зарипову и тот не промахнулся. Кто-нибудь верит, что Данису уже 38 лет? Благодаря легендарному ветерану, праздник открытия чемпионата в Казани, начавшийся с чествования не менее легендарного Белеледдинова, не оказался испорчен. Проблемы же Металлурга приобретают какой-то катастрофический характер, 5 поражений в 6 матчах и предпоследнее место на Востоке. Что теперь придумает Геннадий Величкин? Геннадий Величкин